Самарская путешественница Надежда регулярно пользуется поездом и сегодня впервые перед отъездом смогла прямо на вокзале в зале ожидания узнать о своей коммунальной дисциплине. Самарские коммунальные системы провели акцию «Путешествуй без долгов». Конечно, когда ко мне кто-то хочет ближе, всегда лучше, а тем более коммунальные услуги. Я знала, что у меня все в порядке, но у меня есть время до поезда и мне просто интересно, я впервые вижу вот такое вот обращение. Поэтому я прошла, у меня все в порядке, у меня нет долгов. На проверку задолженности по оплате услуг водоснабжения и водоотведения уходит около 10 минут, рассказала консультант Елена Исакина. При желании можно на месте долг и закрыть. А чтобы в будущем он не накапливался, специалист поможет установить на телефоне мобильное приложение. И оплата будет производиться автоматически. Мы проверяем состояние лицевого счета, как происходит начисление, как по нормативу лиц по прибору учета. Проверяем, сколько человек зарегистрировано на лицевом счете, на кого оформлено лицевого счета. Ну и если есть задолженности или нет, мы это тоже озвучиваем своим клиентам. Для получения данных о долгах заводу и канализацию нужно всего лишь назвать адрес или номер лицевого счета. Такая же система действует не только в мобильных пунктах, но и в стационарных. В городе работает три офиса. Их адреса и время работы можно узнать на сайте СКС. Мы здесь будем пока только сегодня. И вообще у нас первый раз такая акция. До этого мы были в торговых центрах, в соцзащите, в каких-то организациях, где предлагали такие услуги. Они, конечно, нацелены на занятых людей, которым трудно найти свободную минутку для того, чтобы обратиться. Ну и также мы обращаем наших клиентов внимание все-таки на то, что задолженность не нужно накапливать. С ней нужно вовремя расставаться для того, чтобы впоследствии не иметь каких-то проблем с судебными приставами в том числе. Кроме железнодорожного вокзала, мобильный центр обслуживания клиентов СКС работал и в аэропорту Курумыч. У коммунальщиков есть примета – отправляться в путешествие надо без долгов. Тогда и поездка будет удачной. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.